всем привет сегодня я покажу вам свой уход который собрала на февраль вот тут в основном то что я добавляю полностью я уход свой не показываю так пены для ванны в принципе у них всего две последние новинки от эйвана сейчас уже начала пользоваться от этой черной орхидеи малина очень мне нравится аромат этот вообще обожаю его уже повторяется видите да какого ядреного цвета окрашивает воду и пену такой малиновый цвет очень она жидкая здесь этой бутылочки на четыре раза хватает но это пена тоже не гуси цветущая сакура девчонками тоже написали что уже была такая нынче то не помню скорее всего да поэтому раз они ее как новинку позиционирует принципе аромат знакомый такой для меня это аромат мыло все равно конечно же использую ну что я всегда беру новиночки использование так гели для душа решила взять вот такие вот застоялся что у меня запасах вот такой гель верочка мне присылала оливое увлажняющее молочко свежий такой зеленый аромат что-то мне вот такого вот захотелось не вышел срок годности но даже если вышел ничего страшного так и вот такие вот что-то тоже мне захотелось из новинок взять а то у меня получается что я покупаю покупаю вы его не новинки они потом стоят это через полгода если хорошо если через полгода я попробую то еще и через год смотрите какой-то как осадок неоднородный какой-то цвет ну ладно так линейка драгоценные масла ну это как лимитки наверное я не знаю может быть на постоянный будет зимние такие алая роза и пачули крем-гель для душа с органовым маслом и сандаловым маслом очень классно смотрятся даже вдвоем рядышком стоять я люблю когда у меня одинаковые бутылки стоят но в этот раз вот решила еще оливу взять в компанию приятные ароматы люблю гели от биван это мед отслоился какой-то очень вкусно пахнет пока холодно надо попользоваться летом точно уже не захочется так для волос взяла не стала показывать стоят у меня в запасах два таких вот шампуня по 400 миллилитров биби секрет совершенства его уже не выпускают наверное я думаю что перевыпустили ли может как-то видоизменили в общем приходили в пакетах сюрпризов за такие шампуни мне очень он нравится классный шампунь вообще можно даже сказать что самый лучший для меня поэтому буду с удовольствием пользоваться и ему взяла бальзам ополаскиватель дисциплина волос да действительно работает эта линейка хоть как-то немножко украшает волосы которые у меня не знаю торчат все время в разные стороны так что еще покажу гель для бритья я не знаю показывала может быть уже в прошлом видео некоторые средства просто я не помню показывала или нет искать где-то видео пересматривать в общем нету времени лучше покажу еще раз ничего страшного гель для бритья арку участка пустых баночках показывала женские хвалила вы знаете а новая формула написано вот я заметила что он жиже стал я покупаю нам с мужем на двоих любой гель будь то мужской или женский какой захочется в общем или на какой акции будут он голубого цвета но он вот намного жиже чем предыдущие разы я покупала вообще прям мне кажется он быстрее закончится ну ладно посмотрим так дальше возьму дизодорант от рексона будь свежий алоэ вера и бамбук с антиоксидантом никогда не подведет написано ну посмотрим я почему-то думал что мне отдав стоит запасах дизодорант оказывается нет рексона дальше спрей для тела что-то как-то я не хотела его брать слышала какие-то не очень хорошие отзывы что девчонка мне понравился я думала будет какой-то ядреный там тяжелый удушливый аромат это эйвен энканта белая орхидея и сандаловое дерево очень понравился аромат он нежный он приятный он такой необычный ни на что не похожий двое он по крайней мере очень вообще понравился классный спрей хороший распылитель 100 миллилитров здесь и красивый флакончик с удовольствием пользуюсь для волос еще не показала многие ждут мой отзыв на я знаете никак не решусь но скоро наверно уже попробую вот это вот что такое кукушку стрясла своему телефону краска в готовом виде тон темно русый со всякими тут полезностями типа черного кофе и хны и так далее ну посмотрим насколько мне хватит может быть на пару раз хватит многие мне писали про эту краску даже ну что она смывается там быстро и так далее и тому подобное я больше наверное даже не как краску а как может быть оттеночный шампунь или что-то вроде маски вот укрепляющие рост на здесь есть и масла тут в общем попробую раз купила уже буду пробовать и вот эту маску но по моему я показывала в прошлом видео но я ее вот только открыла по сути по сути я ее можно сказать феврале и начну один раз только воспользовалась от иван планета спая непревзойденное питание с маслом африканского дерево ши очень классная маска приятный такой сладкий аромат мне очень нравится аромат этой серии кто-то говорит что он жженым сахаром пахнет но мне аромат жженого сахара тоже нравится поэтому я с удовольствием пользуюсь покупала по распродаже рублей по сто восемьдесят рублей по мышланов каталоги так для тела что тут еще у меня осталось вот этот вот скраб открою тонизирующие взбитые сливки и сок спелого лимона многие ругают я тоже ругаю именно вот из-за вот этой белой консистенции которая как суфле бесполезная хотя бы если бы там скрабинки были лучше бы сделали они полную банку вот этого желтого скраба потому что там скрабинки хорошие я взяла чисто из-за аромата это просто это просто вообще потрясающий аромат лимона и сбитых сливок просто слюни до пола честное слово буду наверное еще и дальше его покупать очень нравится аромат так еще я взяла в использовании вот такое масло скраб для рук и ног ароматный капучино тетет органик ну для ног он не подходит это однозначно потому что такое маслянистое средство густое очень вкусно пахнет кофе вообще классно в общем на ноги я попробовала это ни о чем получилось вообще ничего не чувствуется никаких скрабинок а вот для рук вообще просто замечательно потому что она именно масло скраб хорошо так скрабину скрабирует кожу питает очень приятно вообще потом ручки такие мягкие нежные и аромат вот это долго остается на руках даже вот в ванне я лежу до по скрабировала и потом даже через час там когда уже еще там всеми средствами попользовалась все равно пахнет кофе классно хочу еще от дыней но наверное я так думаю больше уже не привезут фикс прайс потому что я смотрю остатки везде вот это мы просто как бы кремы для рук быстро до разобрали но скрабами то мало кто пользуется по сути чтобы за 99 рублей их покупать только такие вот бьюти маньяки наверно как мы так ну и раз для ног не пошло взяла вот такой вот еще скраб для ног жидкая пемза кокосовое масло экстракт прополиса от флорисан не знаю еще не пробовала не открывала 150 миллилитров думаю надолго мне хватит надеюсь будет хороший тяжелая такая баночка так мыла покажу еще два полосатика одно от дуру спелая лжевика нежная малина не пахнут этим мыла хотела сказать это мыло мыльницы не нравится мне только так что красивая и одно даже у меня растрескалась недавно чего я была крайне удивлена я вообще очень люблю мыло от дуру но больше мне нравится классические вот с морскими минералами там с грейпфрутом тоже хороший с углем красивая но так конечно смотрится мыльницы вообще бесподобно аромат еле-еле это даже похоже на какой-то часть с ягодами аромат и вот это вот x или x и не знаю вроде как говорят что тоже что это но одна и та же марка не знаю я не читала там мелко так написано все сочный арбуз тоже здесь поменьше по моему 80 грамм и здесь 90 нет тоже 80 просто какая-то упаковка наверное выглядит более объемная одинаковая в общем буду пользоваться так но осталось у нас тут для лица хотела мицеллярную воду взять для снятия макияжа но что-то мне вот эта штука покоя не давала думаю нет возьму ее ну и тем более сейчас пока холодно тоже лучше с маслами таким средством попользоваться у нас да у нас холодно у нас второй день где-то минус 24 так то в принципе зима теплая но в районе 10 градусов но очень снежная и ветра такие знаете даже бывает что минус 5 на улице на такой ветер что замерзнешь просто как собака особенно если на улице работаешь в общем решила взять такой мицеллярный гель с маслами снимает даже стойкий макияж и увлажняет кожу еще здесь написано вот так они жжут и не вызывают раздражение первый раз я ну знаете наверно как-то по привычке я не привыкла что просто с глаз снимать макияж просто средством без ватного диска я его на ватный диск нанесла начала ну с глаз смывать как мне это все щипало это просто ужас какой-то был я плевалась там сидела ругалась короче думаю еще же гады написали что не жжет и не вызывает раздражение там вот сволочи какие обманывают народ но на следующий день потом я не могла это все смыть с глаз смывала и водой там и мылом и в общем капец у меня были красные глаза я расстроилась потом думаю на следующий день это решила без ватного диска просто умыться просто умыла глаза все нормально ничего не щипала и лицо также умыла и вот почему-то но уже не было таким вот жирным она на лице не знаю как это получилось в общем ну конечно потом гелем для умывания все это смыла но вообще мне понравилось единственный минус это очень яркий аромат у этого средства такой косметический ну здесь объем небольшой 120 миллилитров поэтому я думаю что он не быстро используется скорее всего за месяц ну интересно попробовать очень даже очень так открыла я тоник в этом месяце для глубокой очистки что-то меня обсыпает периодически классный тоник от иван клерский наверно буду его на постоянной основе тоже ну так у меня всегда один тоник открыт потому что они у меня очень медленно расходуются но вот этот именно спиртовой хорошо подсушивает прыщики быстро они в общем заживают и мне очень нравится аромат у этой серии поэтому я наверное буду всегда тоже его как вторым вариантом иметь не каждый день конечно пользоваться в мере необходимости и положу еще в использование вот такой вот крем поставлю легкий увлажняющий для нормальной комбинированной кожи алоэ вера вытяжка из цветков посилька на утренец на утренний уход под макияж такой красивый тюрьмичек маленький сколько здесь 40 до 40 миллилитров буду пользоваться так маски 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 хочу дать отзыв на вот эти вот две маски от энью это золотая камера начала сходить с ума от такой красоты эта маска пленка не знаю какой может быть пилинг может как кислотный он идет для меня от маски пленки это очищающие маски сияния ну да ну пилинг наверное в общем вся информация на коробках ладно не пойду за коробками их сохранила конечно потому что пустых баночках показать очень красивая маска конечно я брала несколько раз пыталась аналоги какие-то там придумать синдо витекс но все это вообще рядом не валялась именно качество самой маски как она распределяется она действительно золотая она сохнет нормально в общем недолго как некоторые снимается тоже без всяких неприятных ощущений никакой не боли там не раздражение ничего нет и я бы сказала что у нее какой-то немножко лифтинг эффект есть но она идет 45 плюс в линейке вот это мне маска больше понравилась чем серебристая здесь драгоценный металл тоже не знаю для чего она заявлена но по мне на какая-то знаете похоже на питательную вот такая вот она красивущая конечно вообще это не маска пленка обычная я ее наношу кисточкой тоже очень красиво смотрится на лице все это дело она быстро высыхает ну как быстро тоже нормально так высыхает и знаете даже когда она высохла на лице она можно спокойно к лицу прикасаться иногда даже забываю на них ну не стягивают кожу ничего я вот хожу с этой маской потом вспоминаю что опал уже полчаса прошло надо пойти уже смывать она высыхает то есть дотрагиваетесь даже до лица и ничего не пачкается вообще но то из-за чего я эту маску повторять не буду я просто нереально смыть до конца вот у кого есть запасах или кто хочет приобрести я вам рекомендую ей пользоваться если вы ну не собираетесь выходить из дома либо там вечером вот чтоб потом спать лег и все лицо все вот такое вот серебристое потом будто вы просто не знаю упали лицом в тазик с хайлайтером с каким-то рассыпчатым просто все в блестках не спонжами терелой терла терела вот терла в общем всякими спонжами и потом умывалками умывалась но смысл да тогда ты этой маски если потом какими-то жесткими там термоядерными умывалками смывать это все в общем хожу и блещу своей красотой как говорится никак ее не смыть вот если потом не знаю бывает что я сделаю днем потом ванну вечером там принимаю что-то там вот может распаривается лицо или там раз умоешься даже тоником после этой маски все равно эти блестки они как въедаются кожу это конечно вообще очень большой минус а так в принципе маска неплохая но цена у них конечно не бюджетная доходит до 600 рублей я покупала меня не вышли в общем по 200 рублей поэтому самая такая нормальная цена дороже я брать точно не буду так еще хочу взять в использование вот такие вот масочки мне верочка недавно присылала спасибо тебе огромное супер питание восстановление упругости и сияние и ровный тон и одна у меня осталось тканевая это с единорожкой светом охлаждения тоже использую в этом месте вот вроде бы все что я насобирала на этот раз остальное все остается с прошлого месяца всем большое спасибо за внимание и до новых встреч пока пока